Двухраундовый визит завершен. МФК «Торпеда» познала в Сыктывкаре и радость победы, и горечь поражения. В первом матче «Торпеда» оглушила новую генерацию, разделав в подарях хозяев площадки. 4-8 такого пораженческого позора футболисты Коми давно не испытывали. Второй день, то есть ответный матч, разительно отличался от первого. Новая генерация, успев за одну ночь сделать работу над ошибками, в повторном матче уже с первых минут в атаках. И на третьей минуте сыктывкарцы ведут 1-0. Были моменты у МФК «Торпеда» выровнять положение еще и в первом тайме, но голевого чуда не случилось. А вот хозяева паркета огорчили Иваника еще раз. Леготин был точен в исполнении 10-метрового 2-0. Второй тайм стал дерзким и успешным поведением МФК «Торпеда». Савлохов дальним ударом поражает ворота соперника, и спустя мгновение уже обжорен наказывает кипера хозяев 2-2. После такого начала во втором тайме новая генерация производит замену вратарей. И на четвертой минуте второго тайма наш соперник пробивает пятнистный снаряд между ног Савлохова 3-2. Сыктывкарцы вышли вперед. На одиннадцатой минуте ошибается на последнем рубеже наш Савлохов, а Эгош, подхвативший мяч, точен 4-2. Валидольный второй тайм в дальнейшем не раз заставлял замирать болельщиков и той, и другой команды. Нижегородские фанаты, прибывшие из рядной семейной гвардии, увидели ближе к концу игры гол Аширова 4-3. Однако, как ни старалась «Торпеда», удача в этой игре была на стороне новой генерации, которая и одержала победу во второй игре. Трудно сказать, каким образом, почему. Просто соперник реализовал свои моменты, а «Торпеда». Не получилось реализовать моменты, которые были. Но это футбол. Бывает всякое. 13 и 14 февраля МФК «Торпеда» принимает в Нижнем Новгороде соперника из Ухты. На кону попадание в плей-офф. Чтобы закрепиться на восьмом месте и подняться на седьмое, нашей команде нужна поддержка болельщиков и только победа. Телекомпания ННТВ будет вести прямую трансляцию матчей из ФОКа Мещерский. Владимир Смирнов, Артемий Катков, Валерий Шакуров. Время новостей.